На часах 13.06 в эфире «Особое мнение» в студии Дарьи Топузлеева. У меня в гостях сегодня председатель общественной наблюдательной комиссии Кировской области Артура Башев. Артур, здравствуй. Здравствуйте. Нас нужно слышать на частоте 101.0. Онлайн-трансляция эфира, а также видеотрансляция из нашей студии идет на сайте eho.kirova.ru. Номер для ваших смс 8 909 720 101.0. Также до конца эфира вы еще можете успеть задать свои вопросы через форму анонсов на нашем сайте eho.kirova.ru. Давай немного вначале введем слушателей в курс дела. Мне, конечно, искренне хотелось бы, чтобы люди, никто даже никогда не знал и не задумывался о том, что такое наблюдательная комиссия. Но, тем не менее, раз мы живем в том мире, в котором мы живем, чем вы занимаетесь? Общественная наблюдательная комиссия, в принципе, занимается контролем мест принудительного содержания. Это, в частности, колонии, изоляторы временного содержания, учреждения для мигрантов. Гауптвахт у нас в области, к счастью, нет, поэтому меньше работы. И, соответственно, отделы полиции, то есть дежурные части, где содержатся административно задержанные. А слово «общественное» как-то означает, что полномочий у вас не так и много? То есть они какие-то есть? В том-то и проблема, да, что многие люди обращаются, ждут от нас каких-то действий, но ОНК может только рекомендовать что-либо исправить. То есть если прокуратура, например, может отменить взыскание у осужденных, еще что-либо сделать, ну, то есть потребовать, устранить, вынести представление, то мы можем только рекомендовать. А уже дело правления различных, то есть МВД, да, то есть как они прислушиваются к этим рекомендациям. А с чем чаще всего обращаются ОНК, то есть как ситуация вообще в регионе у нас состоит с правами заключенных? Ну, с правами осужденных она, можно сказать, примерно как везде по России. То есть она особо не выделяется, в частности, много проблем по медицине. Вот, например, я был в прошлый выходной в Верхникамском районе Кировской области, где врачей практически нету, а в некоторых колониях вообще их нет, потому что никто туда ехать не хочет работать, и в итоге раз там в один-три месяца приезжает комиссия с ней из нескольких врачей и только так обследует осужденных. А заболеваний там у людей столько же, как и в других колониях. Ну, то есть это проблема не того толку, что не хотят людей лечить, или метро не хватает... Да, то есть просто-напросто нет врачей. То есть люди, которые готовы поехать в такую, можно сказать, глушь Кировской области за 300 километров. А кроме медицины, то есть со стороны, возможно, работников исправительной колонии? В основном это неправомерно вынесенное взыскание, то есть одно из самых популярных – это подбрасывают когда лезвие. В частности, одно из таких было у Сергея Лузянина, которого удалось отменить через суд. То есть, ну... А с какой целью вообще это делать, мне всегда интересно было? Чтобы ужесточить условия. То есть не понравился человек, его сначала могут поместить в ШИЗО на 15 суток, в штрафной изолятор ШИЗО. После этого, если у него будет несколько нарушений, его могут поместить в помещение камерного типа до полугода. Могут и два месяца, три-четыре, ну то есть до полугода. И потом, если он будет совсем себя плохо перевести в ЕПКТ, то есть и там он будет находиться уже там намного дальше. То есть практически он будет находиться под крышей, не общаться с другими осужденными. Ну то есть это исключительно какое-то личное отношение сотрудников СИН. Ну да. Получается это за осужденному. Ты меня поправляешь. То есть, например... Возможно, я неправильно буду какие-то термины употреблять. А как проходит взаимодействие с прокуратурой? То есть часто ли они вообще реагируют на ваши какие-то предложения? Ну если брать прокуратуру по надзору Кировской области, то есть у нас две прокуратуры, то есть это Камская прокуратура по надзору, которая как раз смотрит за Верхнекамским районом, в основном за колониями, и, соответственно, прокуратура по надзору Кировской области, которая расположена на Преображенской. Вот. Они, в принципе, смотрят на различного рода нарушения, то есть их интересует количество, а не качество. То есть, к примеру, вот есть, допустим, отряд строгих условий содержания. Там находится 25 человек и расположено два крана. Точнее, три крана, но один из них не работает. По нормативам на 15 человек должен быть один кран. Соответственно, а мы требуем, то есть прокуратура приходит, говорит, что кранов хватает, нормально, что один не работает и так далее. А мы приходим и говорим, что если кран есть, то почему он не работает? Потому что нужно все-таки не к минимальному нормативу стремиться, а чтобы все-таки были условия нормальные у людей. Или опять же взять приготовление пищи. В частности, они придут, посмотрят, есть ли лекида, то есть сколько ее выдается, какую, все ли по нормативам. Они не посмотрят, пересоленная еда или нет. То есть в качестве еды? Да, разварившаяся она или нет. То есть, например, опять же, возвращаясь к Крехникамским колониям, то есть я пять колоний посетил за позапрошлые выходные, и там вот в четырех колониях их макароны готовят более или менее нормально, а в ВК-3, например, там совсем каша. То есть, получается, они едят кашу-сечку на утро, на обед кашу из макарон или из картошки. А как реагируют? Ну, то есть, если вы, например, приходите и говорите, знаете, вот вы макароны развариваете, как вообще на вас реагируют? Я, соответственно, ну, они говорят, что вот, у нас не получается, мы пробовали по-разному, а макароны у нас одна колония изготавливает и поставляет во все колонии области. То есть, макароны одни и те же, надо, чтобы мы понимали. И поэтому мы посоветовали просто обратиться, узнать рецепты в других колониях, как там готовят, потому что там же получается готовить. А по прокуратуре, по прокуратуре, мне все равно хотелось бы немного уточнить, взаимодействие именно с самим надзорным органом, как происходит? То есть, они выходят на вас, спрашивают, не выявлены ли какие-то нарушения? Вы туда направляете обращение или вы встречаетесь, обсуждаете? Нет, вот что, ну, есть рабочая группа, где мы взаимодействуем. Кроме того, ну, это я говорю про прокуратуру по надзору за колонии, то есть, там именно, ну, там они нормативы отслеживают, то есть, таких проблем нет. То есть, если зайти, например, в ту же самую столовую, то там вся необходимая информация будет висеть в меню, там, контрольные блюда, раздельное приготовление пищи, то есть, там, цех для разделки рыбы, цех для разделки мяса, хлеба, то есть, все это раздельно, это все соответствует нормативам. То есть, в данном случае прокуратура по надзору справляется неплохо. Что касается другой прокуратуры, которая контролирует, допустим, те же отделы полиции, ну, обычная прокуратура районная, то тут уже получается так, что мы пишем, мы ходим по отделениям полиции, например, выявляем нарушения и пишем им. То есть, составляем акт, отправляем им, они уже реагируют. Хотя, по идее, они должны бы и сами ходить и проверять. Но реагируют хотя бы? Реагируют, да. Ну, опять же, как реагируют? Вот, например, у нас было долгое время в Тиросской области проблема с перелимитом задержанных. То есть, там много людей в отделе? То есть, положено 4 квадратных метра на человека. Вот, и раньше, в Первомайском отделе содержали 6, и в Ленинском содержали 10 человек. То есть, потом, пока я не написал заявление туда, ну, каждую из прокуратур, Ленинскую, Первомайскую, то есть, так и продолжали держать. А потом прокуратура вынесла представление, и теперь в Первомайском держат 3-х человек, в Ленинском потом был норматив, ну, с 10 до 6 опустили. И в то же время, сейчас, вот, так как людей мест стало мало, помещать-то некуда. То есть, люди задержанные все равно есть, особенно в субботу и воскресенье, то есть, когда они ждут, до 2 суток задерживаются и ждут сюда в понедельник. И тогда они, в итоге, отремонтировали даже Ленинский отдел полностью, капитальный ремонт произвели. И сейчас там содержат 22 человека содержится. Могут содержать. То есть, это исключительно, вот, вашего института, да? Ну, отчасти, да, то есть. Потому что держать-то где-то людей надо было. А по отделениям полиции именно в городе вообще часто какие-то нарушения можно их как-то структурировать? Что это в основном? Ну, отсутствуют спальные места для задержанных, ну, не предоставляются. То есть, есть какие-то, например, в Первомайском районе, в том же слое. А то есть, должны быть какие-то оборудованные спальные места? Места для сна. По закону так вот звучит формулировка. То есть, нигде не прописано, какие они должны быть. Но, если исходить из других там законов, да? То есть, мы понимаем, что в армии спальня, ну, место для сна, это кровать, это матрас, да. То есть, это, в принципе, мы понимаем, что такое человеческие условия для сна. Этого нигде у нас для административно задержанных нет. То есть, есть скамьи разной ширины. То есть, в Первомайском районе, как раз, это ужасно, там, 30 сантиметров лавочка. То есть, на ней надо как-то лежать. То есть, надо умудриться прикормить. Да, то есть, в итоге выбор небольшой. Либо спать на полу, либо спать на этой лавочке. пытаться уснуть. Если вот, ну, кроме сна, еды, там, еще чего-то, то есть, если каких-то серьезных нарушений? Серьезных нарушений, к сожалению, вы... Ну, то есть, нам о них сообщают, например... Об избиениях. Да. То есть, в частности, когда человек посыпается с похмелья, ну, вот, мы уже в СИЗО когда посещали, человек говорит, что вот сижу в камере с похмелья, ну, там, в итоге за бутылку водки подписал, непонятно что, и теперь я уже в СИЗО, то есть. Так что... Ну, то есть, бывают такие случаи? Ну, такие вот, да. Но, к счастью, там, именно на избиение жалобы поступают не часто. То есть, я когда начинал, то есть, заниматься общественной деятельностью по контролю за полицию, я думал, что будет намного больше жалоб. Ну, это я тоже мне как-то представлялась, что это прям как-то полевая точка. На удивление нет из такого. А вообще, как взаимодействие с УМВД непосредственно проходит? То есть, они как идут, ну, судя по всему, да, идут на встречу, если они даже ремонт какой-то провели в Ленинском отделении. Ну, это уже, опять же, мне куда деваться было, потому что нужно где-то людей содержать. Задержанных-то бывает много, я еще раз повторюсь. А у нас на всю область, раньше было 3 человека можно содержать в Ленгасово, 3 в Нововятске, 3 в Первомайском. И вот раньше было 6 и 22 в этом вот областном. То есть, кировщане должны сами быть дисциплинированнее и знать, что мест на всех не хватит. Довести себя положительно. Часто, говоришь, ездишь и по Верхнекамскому району, и по колониям. Со стороны ВСИН есть какие-то препятствия? Как они вообще относятся к тому, что вы ездите? Ну, хотя, привыкли ли уже, наверное? Ну, на самом деле, как таковых препятствий я еще ни разу не встречал. То есть, это единственный случай был год назад, когда, может быть, помните, был случай с осужденным Ломовцевым, Владимиром Владимировичем, если не ошибаюсь, который содержался в исправительной колонии номер один Новотнинского района, поселок Котчихо. И тогда вот мы как раз пытались записать видеоинтервью с ним, когда он показывал избиение на теле, то есть писал письменное обращение. Вот, тогда сотрудники всячески препятствовали нам произвести видеосъемку. А, с чем это было связано? То есть, они действительно избивали его, не хотели, чтобы это вскрыло на поверхности? Или просто... Ну, я не знаю, чем это было у них обусловлено, но, скорее всего, да. То есть, потому что шума тогда видеозапись наделывала много, то есть, попала во все СМИ информация, то есть, и общественный совет туда выезжал, и прокуратура внепланную проверку проводила. Ну, тогда вот они нам всячески мешали. Ну, допустим, у нас, как в законе прописано, видеосъемка проводится согласие осужденного. То есть, ну, согласие стандартно я показываю. Они там говорят, мы должны показать эту нашему юристу. Ну, то есть, а юридически только осужденный? Да. То есть, в СИН вообще тут не должны каких-то начальники там где-то что-то подписываться? Есть решение Верховного суда, что осужденных, да, то есть, можно снимать и проносить фотоаппараты именно для съемки осужденных. То есть, например, если снимать объекты, которые осуществляют защиту учреждения, то есть, там нужно согласие руководителя, ну, начальника колонии осужденных можно снимать и так. Но в каком виде это согласие должно быть? То есть, по сути, ну, письменно и все в законе. И тогда начальник начал препятствовать, что давайте дождемся юриста. Юрист на обеде, потом юрист еще где-то ходил. То есть, часа два-три вот мы потратили только на то, чтобы получили. Ну, то есть, ну, в итоге все равно добились? Да, добились. А вот по поводу шума как раз из СМИ, за эфиром ты говорил, что не каждый случай стоит сильно афишировать. Тут вот что ты имел в виду? Ну, вот примерно две недели назад в исправительной колонии номер пять несколько человек вскрыли себе вены. Объясняю ситуацию. То есть, расформировывают один из отрядов, который не соответствовал никаким требованиям. То есть, там полы прогнившие, щели в окнах продувают все. И, допустим, до этого одного человека отправили в нехороший, ну, в отряд, в котором опустили человека. Вот, соответственно, больше, ну, про случай этот узнали все. Из этого отряда никто больше в отряд другой, именно тот, который сформировали, не хотел идти. Просили, что переведите нас там в другие нормальные отряды. Это хитросплетение. Да, то есть, там, на самом деле, люди вскрывали себе достаточно серьезные вены, то есть, резали в локтевом суставе, то есть, там, раны были большие. То есть, ну, бывает, что вскрывают показательно, то есть, там, чуть-чуть надрез небольшой, а тут именно серьезные кровотечения были. Один человек себе ногу прибивал к полу, то есть, ну, там такие вот... Это вот тут прямо на днях, вот, буквально? Это две недели назад, да. То есть, ну, прокуратура по надзору изымала все материалы, то есть, видеозаписи, все это исследовала, проводила проверку. Но, опять же, тут, то есть, по закону, ну, никто их не заставлял, то есть, это не против избиений было, еще что-то. Ну, так, а нахрикосплации вообще регулируются? То есть, с одной стороны... Нет, я вот считаю, что виновата колония, потому что она допустила, там, случай опускания человека, которого, там, изначально первый раз перевели, что нельзя допускать таких случаев. Но за это ведь никто на колонию не накажет, то есть, что они перевели, а кто-то, там, из осужденных кого-то опустил. Это причинно-следственные связи, да? Да, то есть, за это колонию никто не накажет, вот в чем проблема. Ага, ну, то есть, в СМИ этот случай вот не освещался? Да, то есть, и если каждый раз писать о подобных случаях, что там скрыли вены, тут избили осужденных, еще что-то, то в СМИ просто устанут, ведь это будет повседневность. А где, на твой взгляд, тогда проходит вот эта грань, о каких случаях нужно писать, или это должно, там, пишем раз в два месяца, раз в три месяца, или как это должно происходить? Нет, все зависит от случаев. То есть, понятно, если будет происходить массовое избиение осужденных, то об этом стоит написать. Если там где-то издеваются над осужденным, и есть понимание, что осужденный готов идти до конца, то есть, давать показания и в прокуратуре, и в следственном комитете, то тоже, опять же, стоит опубликовать. А если человек говорит о том, что, да, вот я там тогда вот вам пожаловался, меня после этого придумали несколько нарушений, закрыли, я не готов больше жаловаться. Ну, то есть, устно сообщает, но официально подтверждать, да, я не готов. То есть, если человек уже на подряд не пошел? Да, то тогда смысла, как бы, практически нет. Следующий вопрос у меня связан со специальными учреждениями для содержания иностранных граждан перед депортацией. Я, если честно, даже не знала, что подобные учреждения существуют. Это, как это, как это работает? Это новые учреждения. Раньше депортируемых лиц содержали в спецприемнике для административно задержанных. Сейчас для них в 2014 году построили специальные учреждения. А с чем это связано? Какие-то конфликтные ситуации были? Нет, там был приказ просто, что построить учреждения, и их как раз построили. Ага, и как с ними идет работа? То есть, они долго ли вообще там находятся? Там находятся они от двух месяцев до бесконечности, на самом деле. То есть, может быть, решение суда о том, что помещается человек бессрочно туда, пока документы запрашивают, ну, то есть, человека помещают туда. Документы потом запрашивают в консульстве на него подтвердить, что он гражданин такой-то страны, что его готовы там принять. Потом, ну, если все консульство ответило, пока документы ходят, это проходит месяца два, как минимум. Потом они ищут деньги, чтобы отправить его. То есть, если деньги в бюджете там есть, у ФМС, то они его отправляют сразу. Если нет, то ждут. Например, недавно был случай, когда авиакомпания одна из крупнейших обанкротилась, были куплены билеты, люди уже должны были лететь, но вот эти остались еще на неопределенный срок. Это трансаймер, да, это вот речь, да? Да. А там люди на что-то жалуются? Там проблема в том, что учреждения... И нет языкового барьера? Языкового барьера, как такового, нет, но там проблема в том, что учреждение абсолютно новое, то есть, там нет нормальных травмативных актов никаких. То есть, там люди, которые туда помещены, там не могут приобрести товары в магазине. То есть, те же самые сигареты, если нет родных в Кирове, то никак не будет. То есть, с одной стороны, вроде бы они уже срок свой сидели, их выпустили, но не до конца. Да, ну, будем говорить не то, что, ну, лучше, ну, как объяснить, то есть, не все, кто отсидел туда попадают. То есть, примерно, в среднем, там, лимитом на 50 человек, находится в среднем человек 30. Из них, примерно, человек 20, которые сидели раньше, в отношении которых вынесено решение Минюста о нежелательности пребывания на территории России. А остальные попадают, ну, допустим, просрочили просто, на один-два дня могли пребывание просрочить здесь. То есть, это те, кого просто вывели за нарушение миграционного законодательства, да? То есть, они тоже туда. Все, кто, кого-то там были случаи из ЗАГСа, прям забирали. То есть, человек уже готов был на россиянке жениться, все, его из ЗАГСа прям забрали. Поместили туда, да. А подводите вообще какую-то статистику, то есть, вот по посещениям, по количеству нарушений? Как часто вообще подбиваете какие-то итоги? Ну, в конце года, в принципе. А то есть, сейчас можно уже говорить о каких-то промежуточных, возможно, результатах работы? Ну, вот, допустим, если про промежуточные результаты говорить, то в ВВСах мы добились того, чтобы людям выдавали веревочки вместо... Ну, раньше какая была проблема? Что у крещенных, у кого крестики на цепочках, ну, изымались крестики вместе с цепочками. Ну, точнее, изымались цепочки, и в итоге крестик носить было не на чем, да. Цепочки там было запрещено носить. И в итоге мы договорились с МВД, чтобы разрешили им были веревочки на замену, то есть, некоторых их даже освещают в районах и выдают. ИВС это я... Изолятор временного содержания, да. Изолятор временного содержания. Где содержатся лица, допустим, ну, вот, есть подозреваемые, которые, ну, по идее, большую часть времени находятся в СИЗО, но на следственные действия приезжают в какой-либо район, где совершили преступление. И до 10 суток они находятся в этом изоляторе. Либо до суда, когда решается его судьба, ну, вот, человек совершил преступление, его туда помещают, пока суд не вынесет решение, что с ним сделать. Отпустить под подписку о невыезде, либо поместить в СИЗО. И, насколько я понимаю... В районах, также, кстати, в этих, да, извините, что перебил, содержат, ну, вот, ВВС используются так и спецприемники для административно задержанных. То есть, если в Кирове есть отдельные два специальных приемника для административно задержанных, то в районах такой роскоши нет, и поэтому всех держат в ВВС. Вот о районах как раз. То есть, насколько я понимаю, есть проблемы с ВВС в Яранске. Да, это ужасная проблема. То есть, это старое здание, в подвале там сделан как раз, ну, размещен ВВС. Там ужасная сырость, плесень, камеры... Представляете, комнатку 6 квадратных метров, на которой находятся две кровати и больше ничего. Хотя по нормативам, камера должна быть также норматив 4 квадратных метра на человека, должна быть раковина, унитаз огороженный. И, то есть, там этого ничего нет. Ага, ну, а... В итоге, чтобы выйти в туалет, человек должен звонить там, просить... И кто за это отвечает? То есть, это как вообще... Ну, то есть, кто-то должен это выделить, деньги или... Да, то есть, МВД говорит, что у нас нет средств, мы не можем построить новое здание. Прокуратура выносит представление, с этим представлением выходит в суд о том, что необходимо закрыть. В суде раз в полгода продляют этот срок. Ну, что, закрыть в таком вот участке. Ну, в стандартной процедуре, в общем-то. То есть, в итоге все оттягивается, оттягивается, а люди там содержатся. Ну, а, в принципе, то есть, обязательно ли строить какое-то новое здание? Неужели нельзя использовать вот эти существующие? Это невозможно отремонтировать. То есть, это дешевле построить новое, чем отремонтировать старое. Нет, а если, не знаю, где-то там в Яранске же есть еще какие-то отделы полиции, где можно выделить... Ну, в самом Яранске один отдел. ...делить какое-то место. Ну, в самом Яранске просто один отдел. То есть, надо понимать, что это и системы сигнализации, видеонаблюдения, все вот эти защитные меры, они требуют достаточно больших средств. Поэтому переоборудовать стоит немало. Это вообще сразу строить новое. А, кроме Яранска, вот по этим изоляторам еще где-то есть проблемы? Они все так в районах выглядят, или это исключительно... В некоторых районах, ну, большая часть у нас изоляторов временного содержания находится в нормальном состоянии. То есть, практически, ну, процентов 70, наверное, я бы сказал. То есть, процентов 40 соответствует всем требованиям. Остальные, допустим, еще не везде сделали дверки в туалетах, то есть, ну, приватность не огородили. То есть, туалет без дверей? Ну, то есть, там есть боковая перегородочка, но самой дверки нету, то есть. Ага. А, то есть, есть какие-то нормативные требования, Да, то есть, сейчас они есть. Ну, по идее, они есть еще с 2005 года. Пункт 45, да, приказы МВД о ИВСах. А, напомню, ты с какого года возглавляешь комиссию? С 12-го. С 12-го, да? С ноября 12-го. Да. То есть, это получается три года, да? Два. Ну, пока что. А, с 13-го. Ошибись. Ага. Два года. То есть, за два года что-то у тебя изменилось в представлении? То есть, то, как ты думал, эта вся система работает, и то, что сейчас, по факту, возможно, что-то на свой счет записываешь, да, вот благодаря мне вот это вот улучшилось. Ну, вот проблема в том, что мы бились долго по поводу образования несовершеннолетних в СИЗО. Вроде бы уже собирались в общественной палате, обсуждали, все говорили, что да, 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 будем учить, чиновники городской администрации тоже говорили, да, 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 все там. И письменный даже ответ есть, что они будут получать образование, то есть, будет педагог, который будет приходить и обучать их, а потом они решили откатить все назад, забрать свои слова, можно сказать, обратно, и до сих пор несовершеннолетние не могут получить образование. То есть, это по всей области? Да, ну, у нас несовершеннолетние в СИЗО находятся только в одном месте, их около 20 человек, на Горной 22. То есть, они там не учатся? Ну, как бы самообразование. То есть, там есть учебники, хотите учитесь, хотите нет. То есть, выделяется время для обучения, но, соответственно, нет людей, которые могут прийти и разъяснить что-то. А здесь это тоже нужен какой-то указ сверху, или кто-то из преподавателей, возможно, готов взять на себя эти обязанности? Там проблема финансирования. То есть, по идее, люди из одной школы переходят, ну, в другую школу только в СИЗО. Но только школы-то там нет, получается? Ну, как таково нет, да. Поэтому не могут перевести деньги. Угу. Да. Хотя, по идее, у нас изначально-то было предложение, что вот вы переводите деньги на 70-ю школу, откуда и будут приходить преподаватели непосредственно. Потому что деньги-то на учеников все равно выделяются, на каждого ученика. И то, что он учился раньше в такой-то школе, а потом попал за решетку и теперь сидит в СИЗО, то это не значит, что деньги должны пропасть. А с преподавателями общались вообще? Готовы? Да, преподаватели готовы. То есть, они одно время ходили, но потом финансирование прекратилось и большие. А сами молодежь несовершеннолетняя, они как к этому относятся? Они хотят... Ну, по крайней мере, поступало как минимум три жалобы из СИЗО, что не учат. То есть, именно от несовершеннолетних. Прервемся мы тогда на небольшую рекламную паузу. После продолжим. Для тех, кто только подключился, в эфире особое мнение в студии Дарьи Пузлеева и мой гость, председатель общественной наблюдательной комиссии Кировской области Артур Абашев. Нас можно слышать на чистоте 101.0. Можете отправить смс и задать свой вопрос по телефону 8 909 720 101.0. А мы продолжаем говорить о деятельности ОНК и немного вернемся назад к специальным учреждениям для содержания иностранных и граждан перед депортацией. Какие еще проблемы там есть в связи с тем, что это новое учреждение? То есть, наверняка еще идет какая-то обкатка. Вот вы в этом ключе как помогаете? Работаете с УФМС? В самом начале, начальник составил вот это учреждение, составил график, по которому должны жить все лица, которые там находятся. И, по сути, сам же не соблюдал этот график. То есть, в частности, на прогулки выводили не на час, а на полчаса, а кого-то вообще на 15 минут. Тем, кто плохо себя вел, помещали в камеры, которые абсолютно не соответствуют требованиям, которые предусмотрены для этого учреждения. Притом, ну, практически, можно сказать, ШИЗО, тот же самый штрафной изолятор, только там такого вредления нету, и помещали полностью решением одного начальника и на неопределенный срок. То есть, если в колонии хотя бы было все понятно, вот там нарушение, столько-то суток, через столько-то выйдешь, то тут люди содержались непонятно сколько. Ага, насколько я понимаю, они еще звонить не могли? Да, то есть, они еще не могли звонить, то есть, формально у них это право не запрещено, им звонить было, но никто им не давал такой возможности. Когда мы потом выходили еще на Егорова, с ним общались, и тогда вот стали выводить нормально на прогулки на час. Вопрос с передачами тоже решился, ну, от родственников. И перестали помещать вот этот изолятор. А эти проблемы, они вообще решаются по большей части, то есть, из-за того, что жалуются люди или из-за того, что вы с какой-то плановой проверкой приходите и выясняете вот эти все нарушения? Ну, получается... То есть, тут возможно не только по СУФСИГу, но и по остальным учреждениям, колониям, отделам. Ну, смотря какие, опять же, нарушения, то есть, что-то решается само по себе, да, то есть, все равно руководство колонии, отчасти, тоже заинтересовано, чтобы у них было меньше проблем. Что-то выявляем мы, ну, буквально возвращаясь к исправительной колонии номер 3, то идем по промзоне, смотрим там над тропинкой, свисают огромные сосульки. И все ходят прямо под ними. Опять же, мы тут уже обращаем внимание, и они тут же, соответственно, потом начальник по воспитательной работе колонии отдают распоряжение и удаляют эти сосульки, то есть, сбивают потом. И в итоге большая опасность никакая не угрожает. При этом в этой же ИК-3 достаточно большая смертность, в частности... А, с чем это связано? Ну, вот в отличие от других колоний, там, как минимум, три смертельных случая в год, это либо производственные травмы, либо суициды. То есть, в других колониях... Третья, это где? Это поселок Водничный. Ну, то есть, а есть какие-то вот больные места на карте Кировской области, то есть, в плане колоний, то есть, там, где вот, ну, знаете, что вот это место проблемное, туда почаще стоило бы ездить? Ну, вот исправительная колония номер три, она достаточно проблемная, потому что там каждый год практически меняется начальник учреждения. И сейчас там даже временно исполняющие обязанности. То есть, там практически каждый год. Там же где-то год назад был осужден один из сотрудников за оставление в опасности. То есть, не принял должных мер, не обратился к медработнику, и за это там сотрудника осудили. А с чем это связано, что там такая ситуация, это... Если меняют начальников каждый раз, то явно, наверное, не в начальниках, и какая-то традиция там, что там что-то плохо. Ну, пока что ни один из предыдущих начальников не смог просто наладить условия нормальные. Ага. А вам в чем видится проблема? То есть, вот вы как-то предлагаете пути ее решения? То есть, не просто смену вот эти бесконечные чехарда начальников? То есть, что сделать-то надо? Это сложный вопрос. То есть, я не рвусь в начальники и не хотел бы на себя применять там их роль. Поэтому я не могу тут ничего толком сказать. Еще одна из проблемных мест – это шестая колония. Это где? Это Мутнинск. Точнее, поселок Восточный Мутнинского района. Там оттуда люди боятся просто жаловаться. То есть, там настолько все страшно. Ну, то есть, правильно я понимаю, чем удаленнее, тем опаснее. Ну, отчасти, да. Но, опять же, если вернуться к К5, то и там люди, которые в Чипецке находятся, где находятся, по идее, бывшие сотрудники, которые работали либо в том же Уфсине, либо в полиции, либо в прокуратуре, либо в судах. И они даже позволяются… Вроде бы должно как-то быть все нормально. Должен быть порядок. В итоге, опять же, там, недавно… Ну, их как раз перевели из ИК-25 Верхнекамского района, а их опять расформировали и перевели всех в 17-ю колонию. Ну, и там новый начальник, который раньше работал в СИЗО-2, сейчас опять пытается восстанавливать свои порядки. И многим это не нравится. Ничего у них не получилось, в общем, одним словом. Немного к смежной теме мне хотелось бы перейти. К смежной. В каком плане? Поговорим о Сергее Узянине, который не так давно умер, экс-депутат областного ЗАГС собрания, бывший директор Центрального рынка. Насколько я знаю, вы неоднократно общались и писал, что получил письмо, уже Сергей Евгеньевич был мертвым, когда пришло письмо. О чем общались, то есть, о каких нарушениях он чаще всего рассказывал? Ну, мы посещали его примерно раз пять. Ну, я, по крайней мере, посещал раз пять. То есть, он рассказывал о различных нарушениях. И которые можно доказать, и которые нельзя доказать. И о значительных нарушениях, и незначительных. О том, как он добивался уважения у сотрудников. То есть, в частности, когда к нему обращались на «ты», он категорически не воспринимал это и требовал, чтобы к нему обращались на «вы». Потому что каждый осужденный имеет право на вежливое обращение. Со стороны сотрудников. Просто кто-то считал, что он слишком много жаловался, и таким образом привлекал к себе внимание. То есть, это были действительно нарушения? Вы по ним реагировали? Ну, у него были неплохие, ну, неплохие адвокаты. Соответственно, они, большей частью, обжаловали и все. Поэтому наша функция тут сводилась к минимуму. В лучшем случае, что-либо опубликовать в СМИ, когда имелось неопределение. В частности, когда он объявлял голодовку, да. Вы понимали, что тут, да, действительно его права нарушили, там какая-то же ситуация тоже была с лезвиями или с чем-то? Ну, когда подкидывали лезвия. Но, опять же, это больше функция прокуратуры, потому что прокуратура имеет право отменить представление, ну, вот это взыскание. Сказать, что оно неверно наложено, и отменить его. У них есть такие права. У нас, соответственно, таких прав, как таковых, нет. Ну, там адвокату у Зянина просто обжаловали, что в судебном порядке эти взыскания, и их отменяли. Потому что говорили, что, ну, не доказано. Любой может подойти к кровати, подложить туда лезвие. Понятно. Ну, я, собственно, к чему этот вопрос задала? Позволю себе процитировать тебя же. В случайности его смерти я не верю, выражается полезно не родным и близким. То есть, в каком плане ты не веришь? Слишком много странного стечения обстоятельств. То есть, допустим, за буквально два-три дня до его смерти началось создаваться движение на центральном рынке работников, которые снова, ну, готовы были биться за него. Потом, опять же, он едет из лечебного учреждения, где его должны были обследовать. Ну, странно, когда человек едет из больницы и умирает. А, насколько я понимаю, он там практически неделю было, что-то около пяти дней в этом лечебном учреждении или... Ну, то есть, он просто проходил обследование или лечился уже? Точно не знаю, я не выточнял этот момент. Но сам факт, что когда ты приходишь в больницу, то есть, тебя все равно послушают, когда в его возрасте на ЭКГ могла бы выявить эти вещи. Ну, что этого ничего не было сделано. Плюс, соответственно, ему оставалось совсем мало до освобождения два месяца, буквально, даже меньше чуть-чуть. И до этого еще, я знаю, что ходили слухи о том, что ему хотят придумать новое головное дело, чтоб не выпустить его. То есть даже так? Да. То есть, ходили такие слухи. Поэтому кто-то не хотел его явного освобождения, и поэтому это, мне кажется, очень подозрительно. Ага. Еще была такая версия, что, ну, там, не знаю, довели. То есть, это возможно, но все равно сердце – это такой непостоянный механизм человеческий. Ну, то есть, насколько возможна такая ситуация, что, действительно, там, все это делалось намеренно, и эти жалобы все были не случайны. Ну, вот, насчет довели, конечно, он, да, тяжело переживал, когда к нему, там, вешают дурацкие нарушения. Ну, то есть, вот, насколько он восприимчив просто к этому по всему был? Ну, по вашему ощущению? Он был восприимчив несправедливости достаточно сильно. То есть, он был возмущен, когда там, ну, вот, когда он не смог потерять на высоте, там, 3 метра трубу, да, ему за это дали нарушение. Это, конечно, он очень был на взводе. То есть, когда даже общался с нами, рассказывал нам об этом. То есть, этого, конечно, возмущало. Но, чтобы именно, вот, опять же, ехал из лечебного учреждения, ехал пока что в СИЗО, и там-то его никто не мог доводить. Если бы сразу что, ну... Ну, после какого-то события, да, то, возможно, об этом был бы смысл говорить. Да, когда он же был там, в лечебном учреждении, там, вряд ли были какие-то стрессы. Соответственно, в СИЗО тоже не могло быть стрессов. Там к нему нормально, да, относились. Поняла тебя тогда, завершил, наверное, разворот другой, несправедливостью. Ну, хотя кто-то считает, что справедливостью, кто-то, что несправедливостью. Теме дальнобойщиков и системе Платон. Кто уехал, кто не уехал в Москву. К сожалению, сейчас вот не знаю, отправились ли туда кировские дальнобойщики, но несколько акций они тут успели провести. Вот, на твой взгляд, сейчас все эти действия, они к чему-то приведут? Пойдет государство на уступки? Сложно сказать. Все зависит от того, насколько готовы идти дальнобойщики до конца и что они готовы делать. То есть, если они также будут выходить там с пикетами городской администрации города Кирова, то это абсурдно, потому что администрация города Кирова вообще тут ни при чем. То есть, если допустим... Ну, то есть, насколько вот есть смысл в Кирове все это устраивать? Потому что все же понимают, что ни губернатор, ни ЗАГСобрание в этой ситуации сделать ничего не могут. Ну, начнем с того, что, во-первых, могут. Во-первых, они могут скомпенсировать дальнобойщикам расходы, которые они будут нести. То есть, из областного бюджета уже? Нет, не из областного бюджета. Просто-напросто они могут сократить транспортный налог для дальнобойщиков. Это один из самых простых вариантов. То есть, те затраты, которые у них появятся дополнительно, будут компенсированы за счет того, что они станут меньше платить транспортный налог. Потому что сейчас, получается, можно сказать, четвертное налогообложение уже вводится. То есть, представьте, берем яблоко. То есть, я заработал яблоко. То есть, государство мне его целиком не отдает, забирает, там, 13%, либо, ну, как у меня ИП, там, 6%. У кого сколько? Да, то есть, у кого сколько. Уже часть откусили в самом начале, когда я только хотел получить это яблоко. Потом они вводят, ну, если существует акциз на бензин, то есть, сейчас порядка рублей пяти, по-моему, в каждом литре, с каждого литра уходит дорожный фонд. То есть, еще часть яблока в итоге забирают. Транспортный налог еще одна часть, и теперь еще и дороги, это уже четвертая. Ну, при этом хочу отметить, что федеральные ведомства, представители федеральных ведомств, что там по фамилиям не буду называть, заверяют, что, ага, вы ездите по дорогам, вы должны платить. То есть, такое чувство, что сейчас никто ничего не платит. Ну, они могут заявлять о том, что мы дышим воздухом, да, и должны платить. То за прошлогодний снег. То есть, в принципе, какие-то шаги можно предпринять на региональном уровне, чтобы эту ношу скинуть. Ну, хотя бы компенсировать. Можно было, да, снизить ставки транспортного налога длинно для грузовых машин. Это было бы не сложно достаточно. Тем более, начнем с того, что в 2011 году, когда поднимались в Кировской области ставки транспортного налога, губернатор говорил о том, что в 2012 году был создан дорожный фонд, фонд был создан. Да. И тогда вот он обещал вернуться к пересмотру ставок транспортного налога. Но до сих пор этого не сделал. То есть, когда я год назад ему задал вопрос, он опять «А давайте у кого отнять? А зачем отнимать, когда и так достаточно немало средств поступает от экзизов на бензин в этот дорожный фонд?» Ну, я не знаю там, была ли эта идея озвучена у кировских дальнобойщиков, но, возможно, если кто-то нас сейчас слышал, с этой идеей смогут выйти в правительство или в законодательное собрание. Плюс, опять же, правительство может там, тот же Белых, может написать какую-то рекомендацию там в правительство России по поводу, ну, обрисовать позицию, что происходит с протестами и сказать, выразить мнение, так сказать. Давайте попробуем сделать так. Да, но мы понимаем, что он этого не сделает. На этом мы заканчиваем особое мнение. В студии была Дарита Пузлеева и мой гость – председатель общественной наблюдательной комиссии Артур Абашев. До встречи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.